Более трех с половиной гектар выделила администрация Насыркорта под строительство семейного парка. По проекту частного инвестора территория делится на две части – зона пассивного и активного отдыха. Первые шаги в реализации плана были сделаны в мае текущего года. Вообще обсуждался этот вопрос давно, два-три года назад и еще раньше. Я инициирую перед администрацией города этот проект, профинансировал проектирование. И с этого момента мы и начали здесь работать. В зоне пассивного отдыха будет обустроена площадка для посетителей. Скамейки, фонтаны, фонари, клумбы с цветами, а также кофейня. В общем, все необходимое для приятного времяпрепровождения. Ну а разбавлять всю эту идиллию будут смех и радостные крики детей. Здесь это родниковая вода. Просто сейчас она мутная, потому что дети купаются. То, что мы закрепили дно глиной, эта глина перемешивается с водой, поэтому немного мутная вода. А так мы планируем здесь уложить на дно булыжник, выложить берега булыжником, чтобы чистая вода была пригодная для обитания именно форели. То есть в этом пруду будет форель. Мы сейчас сделали шлюз, отводим уже воду. Запитка идет от грунтовых вод, то есть абсолютно чистая вода. Поэтому, я думаю, себя комфортно будет чувствовать рыба форель. На этой территории свыше 10 родников. Они образуют несколько водоемов. Пруд – это, конечно, здорово, но что делать с грунтом? Таким вопросом задались разработчики проекта. Вывозить его дорого, да и при всем желании некуда. Поразмыслив, рабочие придумали еще одно развлечение для ребятишек. Вот на той стороне, где вот сейчас мы складируем этот грунт, делается это гору. И на этой горе будут уже эти тропинки, памп-трек, на которых можно будет кататься на велосипедах. Веревочный парк планируется там же сделать. Ну и если еще будет какая-то инициатива от местных жителей, граждан, администрации села, округа, то мы можем выносить кое-какие незначительные изменения в этот проект и строить здесь и другие вещи. Автор проекта мечтает установить здесь музыкальный фонтан с лазерной подсветкой, где будут звучать национальные и классические мелодии. Местные жители говорят о том, что проект – настоящий экологический подарок. Здесь продумано все, чтобы сберечь природу и ее истинную красоту. Здесь планируют обустроить детскую купальню. Неподалеку будет аквапарк и душевые. Кстати, воду в душевых будут нагревать с помощью солнечной энергии. Для этого на территории всего парка установят специальные концентраторы. По этому же принципу будут работать осветительные приборы. Но тут, как гром среди ясного неба, встал вопрос о принадлежности прилегающих земель. Администрация приводит аргумент, что проект общественный и принесет пользу всем. Покажите документ, сразу решается ваш вопрос. Документов нет, мы не думали, что к нам домой придут, заберут нашу землю. Но ваш дом – это где вы живете. А остальное – это земля, адолеты, муниципальная земля. Ну, конечно, есть проблемы, но эти проблемы решаем. Проект экологического парка вдохновил людей на финансирование. Каждый помогает, чем может. Местные жители вносят свою лепту, администрация тоже не остается в стороне. Общими силами удалось обеспечить рабочих техникой и дизельным топливом. Сейчас рабочие трудятся над ландшафтом территории. Делают насыпь, чтобы осенью можно было высадить деревья и цветы. Марина Мутальева, Сурхокусиев, Новости 24.